Так вот, случилось в 2001 году, я тогда был на первом курсе, я был вынужден ночью работать поваром, днём учился, оплачивал своё обучение, и чтобы хоть как-то сэкономить, я подделал себе пенсионное удостоверение. Ну, надо сказать правду, у меня брат, к сожалению, инвалид, и у меня не было никаких проблем с подделом, он просто поменял своё фамилию, точнее имя поменял, и всё. И получилось точно то же самое, абсолютно, поэтому если бы ко мне прицепилась милиция, то я знал, что я легко выручился. Ну, подумаешь, ошибка в имени, всё остальное совпадает. Вот, поэтому я очень смело ездил в метро, всем показывал, экономил и был очень доволен. На первом курсе меня пригласили сниматься у Сокурова в чудесном фильме «Фрагментаж. Русский ковчег». И я был счастлив, я помню, что я летел на очередную репетицию, там, репетировали в Азурку. Я хожу в метро «Обухово», может быть, вы знаете, что на метро «Азурская оборона» в будние дни очень пустынно, абсолютно здесь, там людей очень мало. Я спокойно предъявляю пенсионную, прохожу, и очень одинокий милиционер говорит «Извините, молодой человек». Он говорит «Да-да, в общем, проблемы, у меня куча заготовок уже, ты что, как отмазываться». Он говорит «А какого цвета справка с АПТЭКом?» Я сразу задумался, потому что надо немножечко легкую водную сделать, а в том, что каждый, не хочу использовать слово, инвалид, он обязан доказывать раз в году, что он инвалид. И это есть справка с АПТЭКом, к сожалению. А вот он говорит «А какого цвета?» Ну, я растерялся, думаю «Белого». И тут милиционер преобразится, он пройдет. Я растерялся, я тороплюсь, я опаскиваю. Господи, первый курс к Сакурову, безобразие. Он садится так вальядно за стол, заставляет мне вносить свои документы, все. Говорит «Молодой человек, справка с АПТЭК, розового цвета». Ну, я понимаю, а я, так сказать, приехал из республики Татарстан. Я говорю «Извините, может быть, она у вас в Петербурге, в Татаре, она белка». А что милиционер тоже не растерялся? Он говорит «Ну, вы знаете, что по статье, напомним я, Гоша, какая, предъявление пенсионного удостоверения без справки с АПТЭК – это используется за ведомо ложных документов». Да, Павел? Гоша – специалист. У меня много таких документов. Не очень я понимаю, что я попал. Потому что милиционеру скучно, и он себя развлекает таким образом. Я тороплюсь, я на первом курсе, я волнуюсь, я не знаю, как себя вести. Я вспотел, дрожал, я не мог говорить спокойно. И там у меня проблемы с армией. Я понимаю, что я, ну, в худшем случае, точнее, пойду в армию. Я всегда понимаю и говорю, что у меня там позвольте. Вот там лежит чуть-чуть. За такой-то страничкой 500 рублей. Ну, 500 рублей у тебя времена. А ему скучно, ему делать нечем. Он говорит, мне это неинтересно. И все, я не знаю, как мне быть. Я начинаю, ну, я практически рыдаю. Я плачу, я умоляю. Я говорю, что я ночью работаю поваром, днем учусь, сплю в перемешку, там, в перерывах. Я сейчас следую к Сокурову, в общем. И он слушает. Я продолжаю всех жалуюсь на жизнь, значит... И вот, внимание. Ну, если ты мне отдашь свои деньги, как ты будешь жить? И у меня была пауза, я говорю, фигня-фигня про Желы. Ты как бы меня отпусти. И тут вот вторую фразу, величайшая. Говорит, я после тех пор милиционеров люблю, может? Говорит, наверху есть ларьки. Разменять 300 рублей мне отдашь. 200 себе отставить. С тех пор я не пользуюсь пенсиону подделанной, пенсиону удостоверения. Все, спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ